МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей программе вы увидите, где находится Великая Шамбала. В 25-м году мы направили туда экспедицию по приглашению тибетского руководства. Что искали нацисты на Кавказе? Мы побывали в этом году на Кавказе. В районе Заюково, где находится гора Харахорок, где была найдена вертикальная штольня, которая создана непонятно каким образом. Кто прячется подо льдами Антарктиды? Американский адмирал Ричард Бёрд уже после войны столкнется с чем-то сверхъестественным. Я думаю, что это сверхъестественное дело рук нацистов, базировавшихся в Антарктиде. Тайны Третьего Рейха. Подземные города и лунные базы. Сенсационные материалы. Шокирующие признания. Смотрите в нашем документальном расследовании. Есть документальные свидетельства, что многим высокопоставленным гитлеровцам удалось сбежать в Антарктиду, где в Карстовых пещерах была создана тайная база 211. Существует предположение, что в подземном городе немцы испытывали новые летательные аппараты, работали над созданием супероружия, а еще с помощью магических ритуалов пытались наладить контакты с инопланетными цивилизациями. Что здесь правда, а что вымысел? И почему многое из мрачного наследия Третьего Рейха до сих пор остается тайной? Исследователи утверждают, что в одном из секретных донесений фюреру руководитель Анненербе Герман Вирт обосновал, что Антарктида – это бывшая Атлантида, исчезнувшая с лица Земли примерно 12 тысяч лет назад. По его расчетам, под двухкилометровым ледяным панцирем скрываются развалины городов атлантической цивилизации. Подобно мамонтам, древние жители мгновенно замерзли в результате глобального катаклизма. Схема подземного города была составлена учеными Анненербе на основе изученных диалогов древнегреческого философа Платона о существовании цивилизации атлантов. К донесению фюреру была приложена карта 16 века, обнаруженная немецкими архивариусами еще в 1929 году. На карте в мельчайших подробностях нанесены береговые линии континента, изображены горы и русла рек. Но как в 16 веке могла появиться эта карта, если Антарктиду откроют лишь 300 лет спустя? Эта мистическая загадка, по мнению ряда исследователей, убедит Гитлера снарядить дорогостоящую экспедицию. Мы знаем, что в 1938 году немцы отправили экспедицию в Антарктиду. Очень важная деталь. Экспедицию спонсировали два самых могущественных нациста Третьего рейха. Это Герман Геринг и Рудольф Гесс. Это эксклюзивное интервью из США. Джозеф Фаррелл написал несколько книг о Третьем рейхе, в которых исследует в том числе истоки технологического прорыва. По его словам, неспроста экспедиции финансировали те, кого Гитлер называл своими преемниками. Герман Геринг считался одним из самых богатых нацистов. У него была лучшая коллекция бриллиантов в Германии, лучшие полотна знаменитых художников. В его бесконтрольном ведении находилась не только авиационная, но и фармацевтическая промышленность. Он даже создал синдикат, куда свозились древности с оккупированных территорий. Рудольф Гесс являлся потомком баварского магната, сделавшего невиданное состояние на торговле в Египте. Известно также, что до войны у Гесса были тесные связи с финансовой верхушкой Англии. В вопросе трати личных средств оба были прагматиками, поэтому, по мнению нашего эксперта, спонсируя дорогостоящий проект, оба не сомневались в его успехе. Но если Геринга интересовали сугубо военные разработки, то Гесс больше верил в сверхъестественные силы и магию, с помощью которых можно отыскать чашу Грааля, источник колоссальной космической энергии. Здесь надо пояснить, что в те годы была популярна теория о полой Земле. Согласно ей, внутри нашей планеты находится пустое пространство, где существует органическая жизнь. Более того, полюса нашей планеты — это тоннели, ведущие в таинственные подземелья. Там скапливаются космические энергии Вселенной, с помощью которых можно завоевать весь мир. Американский адмирал Ричард Бёрд уже после войны столкнется с чем-то сверхъестественным. Я думаю, что это сверхъестественное дело рук нацистов, базировавшихся в Антарктиде. В 1946 году началась секретная американская антарктическая операция «Высокий прыжок». Название символизировало заключительный удар по недобитым нацистам во льдах Антарктиды. Руководитель экспедиции — адмирал Ричард Бёрд. Это был его четвертый поход на Южный полюс. Однако на этот раз с внушительным оперативным соединением. В экспедиции участвовал эскортный авианосец, на котором базировались 18 самолетов и 7 вертолетов. Авианосец сопровождали 12 боевых кораблей и более 4 тысяч военнослужащих. 1 февраля 1947 года вся эта армада подошла к берегам земли Королевы Мот. По срокам экспедицию планировали провести за 8 месяцев. Однако произошло что-то чрезвычайное, и американцы в спешном порядке вернулись домой. Не прошло 4 недель, как адмирал решил убраться оттуда. Он отозвал экспедицию и дал интервью репортерам. В нем Ричард Бёрд говорит, что США должны срочно готовиться к защите от новейших аппаратов противника, летающих от полюса к полюсу с поразительной скоростью. В западной прессе того времени сообщалось, что американцы подверглись нападению с воздуха. Был уничтожен один боевой корабль, 13 самолетов, погибли более 40 человек. Никакого официального подтверждения или опровержения этих публикаций не будет. Однако, по словам исследователей, несколько военнослужащих рассказали журналистам, что их атаковали выныривающие из-под воды летающие диски, после которых многие участники экспедиции стали страдать психическими расстройствами. Есть еще один факт, косвенно подтверждающий случившееся. Ну и они пришли в Антарктиду, и далее произошло нечто непонятное. Радиолюбители, которые в 1947 году слушали эфир, сообщали, что шли вот такие тревожные сообщения, что мы нашли базу 211, между нами и полюсом лежит противник, мы несем большие потери. В 1957 году, через 10 лет, масло в огонь подольет вдова Ричарда Берда. Она сообщит, что уже после нападения странных летательных аппаратов адмирал встретился с представителями немецкой антарктической базы 211 в подземном городе Новый Берлин. И что якобы Берт подпишет договор о мире и обмене американского сырья на передовые технологии, полученные от внеземных цивилизаций. Доказательств этому нет. Поскольку после возвращения загадочной экспедиции вся документация, в том числе личные дневники адмирала, были изъяты, они остаются засекреченными до сих пор. Но почему? Что скрывают американцы? Исследователи обратили внимание на один любопытный момент. Экспедиция Ричарда Берда была спешно свернута к началу весны 1947 года. А уже через два месяца, в мае 1947-го, в небе США в массовом порядке стали наблюдать неопознанные летающие объекты. А после инцидента с разбившейся тарелкой в районе Розуэлл, весь западный мир заговорит об НЛО. Недавно были рассекречены некоторые документы того времени. В них есть донесения директору ЦРУ от начальника материально-технического управления ВВС США, генерал-лейтенанта Натана Туайнинга. Он сообщает, что НЛО в форме полумесяца похоже на немецкие жесткие крылья, которые летчики союзников наблюдали в небе в конце Второй мировой войны. В этом секретном докладе Натан Туайнинг предполагает, что в своих разработках немцы достигли чего-то такого, о чем совершенно неизвестно никому. После экспедиции 1937 года в Тибет немцам были переданы определенные знания, что именно вот подо льдами Антарктиды, как в некой такой временной капсуле, могут сохраниться не только знания, но и вполне конкретные технологические устройства, которые можно определенным образом уже использовать. Современные исследователи пришли к выводу, что тайные антарктические экспедиции, эпидемия НЛО и прорывы в области биологии, медицины, электроники и даже ядерной промышленности – это все звенья одной цепи. И отвечая на вопрос, что же сегодня скрывает правительство США, надо вначале ответить на другой вопрос. Какую тайную информацию получили американцы по возвращению экспедиции Ричарда Берда? Соответственно, сохранились сейчас вот у меня в архиве находятся и лодцы для немецких подводных лодок, где указано, как проходить подо льдами от Антарктиды и где находятся эти входы. Известно, что в немалой степени немецких ученых интересовала гипотермия – состояние организма, возникающее при температурах ниже нормальной температуры тела. Есть данные, что в лабораториях Германии нацисты помещали животных и людей в ледяную воду, стараясь вывести морозоустойчивых особей. Самую первую вещь, которую нацисты сделали, придя к власти в Германии, это организовали целый отдел СС для развития, в том числе и биотехнологий, которые были включены в программу поиска независимого источника энергии. Бытует версия, что в подземельях Антарктиды нацистам удалось создать морозоустойчивых монстров. Специалисты называют их крионами. Они живут у Южного полюса, так как боятся температуры выше минус 70 градусов по Цельсию. По словам исследователей, это неуловимые и очень опасные существа. Их длина порой достигает трех метров. Тело, как у гигантских летучих мышей. Голова может быть, как у змеи или как у льва, причем белого цвета. Предположительно, эти твари состоят из аммиака и углекислоты. Кто они, эти таинственные морские чудовища? Современники доисторических динозавров, дожившие до наших дней? Или представители неизвестной нам разумной цивилизации, которая много тысячелетий прячется от нас в отдаленных морских глубинах? Для тех, кто ищет ответы на эти вопросы, наш документальный сборник «Тайны подводного мира». В нем невероятные факты, недавно рассекреченные документы и самые шокирующие гипотезы, которые пока не вписываются в привычную картину мира. Монстры Антарктиды. И кто живет на Луне? Представьте себе полупрозрачное здание в 200 этажей. Как бы плавающее. Большой прямоугольный корпус. Парящий. Почему Гиммлер разрушил главный замок СС? И зачем Гитлеру понадобился зеленый предсказатель? Про него говорили, что это человек, который имеет ключи от Агарта. То есть человек, как бы имеющий допуск туда, от земель. Существует легенда, что в 1960 году одному американскому полярнику удалось из револьвера ранить такого монстра. Неизвестное существо скрылось. Но на снегу остались следы крови, которые, как выяснилось, по составу напоминают антифриз, применяемый для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. По легенде, этот монстр накануне съел трех полярников, исследовавших ледяную трещину на глубине более 100 метров. Свет в такие трещины не проникает. Температура здесь минус 75 градусов. Комфортно для антарктических монстров. Исследователи полагают, что искусственно выведенные существа защищают подземный город от случайного проникновения извне. Посмотрите, примерно так представлял антарктический Новый Берлин Уильям Томпкинс, бывший ведущий инженер-проектировщик военно-морского и космического флота США. Томпкинс утверждал, что подземелья Антарктиды являются перевалочной базой для космических пришельцев. Во время Второй мировой войны Уильям Томпкинс входил в состав мозгового центра ВМФ США, а после работал над программой пилотируемых космических полетов «Аполлон» вместе с Вернером фон Брауном, штурмбанфюрером СС, провозглашенным в США отцом американской космонавтики. Немцы привнесли в разработку нашей космической программы невероятные знания. Мы были потрясены. СС еще в 30-е годы создали аппараты, которые мы принимали за НЛО. В 2017 году, за месяц до своей смерти, Уильям Томпкинс признался, что миссия «Аполлон» должна была продлиться до 2000 года. Это была грандиозная спецоперация, состоящая из нескольких, в том числе засекреченных этапов. Первый – сделать фотографии на Луне, собрать камни и вернуться домой. Второй этап – построить под поверхностью Луны исследовательскую базу ВМФ, рассчитанную на 10 тысяч человек. Третий – подобные базы создать на всех планетах Солнечной системы, а также их спутниках. Четвертый этап – выйти в галактику к 11 ближайшим нам звездным системам. 12-ю Альфу Центавра американцы решили не заселять. Слишком высок там уровень радиации. Пятый этап – установить торговые отношения с инопланетянами. По словам Томпкинса, миссия «Аполлон» предполагала непрерывные запуски кораблей с 1963 по 1999 годы. Непрерывные запуски, в том числе сверхтяжелых ракет-носителей класса «Нова». Эти ракеты в 40 раз больше «Аполлона». Для них специально разрабатывались антигравитационные и электромагнитные двигатели. Однако миссия на Луну, по словам Томпкинса, перечеркнула все планы. Американцы увидели, что они уже не первые. Более того, местные дали им понять, что любые попытки построить лунные базы закончатся смертью для колонизаторов. Невероятно. Томпкинс рассказывал о существующих там технологиях, в том числе об улицах, дорогах, огромных транспортных средствах и строениях, парящих прямо над поверхностью Луны. Представьте себе полупрозрачное здание в 200 этажей. Как бы плавающее. Большой прямоугольный корпус. Парящий. По его версии, лунные жители используют антарктическую базу для обслуживания своих летательных аппаратов и межгалактических станций. А еще Томпкинс при жизни утверждал, что в 30-е годы прошлого столетия никто, кроме ученых Германии, не знал об инопланетянах. Именно от них нацистские медиумы получали информацию в состоянии транса. А уже в порталах Антарктиды немцам удалось вступить в прямой контакт с космическими представителями. Звучит как фантастика. Однако после войны американцы ознакомятся с проектами Анненербе, среди которых разработки атомного, лазерного, климатического оружия, космических летательных аппаратов. И в них, по словам Томпкинса, были ссылки на информацию, полученную от неких представителей инопланетной цивилизации. Вторая мировая война, она была не только война оружия, или там солдат на поле боя, ну и также война идеологий. А идеология в себя вмещает такое понятие, как оккультизм и мистицизм. Потому что роль оккультизма и мистицизма, особенно для немцев, то есть для фашистской идеологии, была очень велика. Уникальные кадры. Совершая плановый облёт, российские пилоты обнаружили во льдах Арктики торчащую рубку американской подводной лодки. Рядом следы сигнальной дымовой шашки. Выяснилось, что во время всплытия субмарина намертво примерзла ко льду. И если бы не российские спасатели, подводникам пришлось бы туго. В Пентагоне пояснили, что лодка проходила шестимесячное боевое дежурство, но многие усомнились в этом, поскольку за 20 лет существования это была её первая попытка всплыть на Северном полюсе. По словам исследователей, примерзшая подлодка «Си-Вулф» особого класса. Она напичкана дорогостоящим оборудованием для биологических и геофизических исследований. Зачем военной субмарине такая научно-исследовательская аппаратура? Что на самом деле ищут американцы в глубинах Мирового океана? Установлено, что начиная с 1997 года «Си-Вулф» совершал походы в тёплые воды Северной Атлантики. А незадолго до неудачного всплытия лодку зафиксировали в Антарктиде, на краю зоны плавучих льдов между 50 и 55 градусами южной широты. Как за столь малое время она вдруг очутилась в Арктике почти за 13 тысяч километров? Исследователи выдвинули шокирующую гипотезу. Всё это похоже на депортацию через параллельные миры. Возможно, в загадочных подлёдных лабиринтах Антарктиды американцы попали в таинственный портал, соединяющий Южный и Северные полюса. Исследователи задаются вопросом, зачем специалисты Анненербе изучали подземные лабиринты по всей планете и до последнего дня войны вели под землёй секретные строительные работы? И связано ли это с магией и оккультизмом? Март 1945 года. Последние дни фашистской Германии. Однако, по словам исследователей, вместо того, чтобы прилагать усилия к собственному спасению, рейхсфюрер Генрих Гиммлер отдаёт загадочный приказ разрушить 400-летний замок Вевельсбург до того, как он будет захвачен армиями противника. Какие тайны хотел скрыть глава СС? 2 апреля союзники захватили дымящиеся руины замка, однако кое-что здесь всё же уцелело. В том числе круглый зал с символом чёрного солнца. Чёрное солнце — это символ, найденный на территории замка Вевельсбург, главного замка СС. Это была мозаика, выложенная прямо на полу большого зала этого замка. Это эксклюзивное интервью из Франции. По словам известного специалиста по изучению Третьего рейха, замок Вевельсбург был построен в начале 17 века на месте старой крепости и был назван по имени рыцарь-разбойника, одного из его ранних владельцев. Под чёрным солнцем исследователи нашли углубление, где горел вечный огонь. Наш эксперт утверждает, здесь нацисты проводили сатанинские ритуалы. Более того, в здешних сейфах были найдены сотни наградных колец «Мёртвая голова». Их привозили в замок на охранение. Это кольца умерших эсэсовцев, символ их незримого присутствия. Кольца были сделаны из серебра в виде венка из дубовых листьев с изображением мёртвой головы и разными рунами. С момента прихода Гитлера к власти старая немецкая символика срочно заменялась новой, рунической. По мнению исследователей, кольцо имеет мистический смысл. Оно на астральном уровне связывало своего владельца с замком Вевельсбург. Гитлер считал, что символы необходимы для сплочения немцев. Гитлер сам нарисовал ряд символов. Это прежде всего флаг нацистской партии, со свастикой в белом круге на красном фоне. И он везде использовал этот и некоторые другие символы, обозначающие высшую, арийскую расу. По словам исследователя, в сейфах замка вместе с эсэсовскими кольцами лежали документы, которые союзники засекретят и переправят в США. Но, видимо, произошла утечка информации. На это косвенно указывают появившиеся после войны комиксы о загадках Третьего Рейха. Символ Черного Солнца, находящийся в круглом зале замка Вевельсбург, описывался в этих комиксах как портал в иное измерение. В замке обязательно фигурировал НЛО, а в сюжетах нацисты нередко сбегали на свою базу, что на обратной стороне Луны. Нечто похожее появилось потом и в компьютерных играх-стрелялках. В них нацисты обретают сверхъестественные силы. Они разрушают цивилизацию, а игрок должен пробиться через старый замок, отстреливаясь от зомби-нацистов и роботов-штурмовиков. Что это? Увлекательные фантазии или пока неизвестная миру реальность? Исследователи утверждают, что в секретных документах, найденных американцами в замке Вевельсбург, есть, например, отчет о реализации проекта по клонированию солдат. Лаборатории с бочками для клонов находились под землей и были связаны тоннелями с главным замком СС. Подземные лабиринты протянулись под Германией, Польшей, Украиной. На картах вермахта они обозначены как лагерь дождевого червя. Туннели представляют собой рукотворные бетонные сооружения с отличной гидроизоляцией и вентиляцией. Но для чего? Только ли для укрытия или разработок смертельного оружия? Но почему тогда нельзя было ограничиться строительством одного подземного города? У Гитлера был такой товарищ, так называемый Зеленый Лама, который предсказывал ему многие события в ходе Второй мировой войны. И про него говорили, что это человек, который имеет ключи от Агарты. То есть человек, как бы имеющий допуск туда, подземелья. Инженерная разведка показала, что в одном из озер Польши находится целый остров, поросший елями и ивником, медленно дрейфующий, как корабль на плавучем якоре. Под островом есть штольня, соединяющая с разветвленной сетью подземных ходов. Площадь острова небольшая, несколько десятков квадратных метров. По-видимому, остров Дзод был создан нацистами как перевалочная база и вместе с оборонительными функциями выполнял роль воздухозаборника для глубоких тоннелей. Более того, вблизи обнаружена скрытая электростанция, изолированный выход подземного силового кабеля для тока с напряжением в 380 вольт, а рядом бетонный колодец и турбины, которые вращала вода, падающая в колодец. С восточной стороны озера возвышаются холмы-терриконы, которые напоминают египетские пирамиды. Предположительно, в них проводились невероятные эксперименты. Если вы ищете ответы на вопросы, можно ли верить Нострадаму Суеванге, правда ли, что в астрологических прогнозах есть разумное зерно, и что нам обещают в будущем политические эксперты с очень хорошо развитой интуицией? Эта книга для вас. Тайны пророчеств и предсказаний. В ней ответ на вопрос, чему действительно можно доверять, а что является результатом околонаучного гадания по кофейной гуще. Книга написана на основе большого количества первоисточников. Всё, что вы хотите узнать об этой книге, можно найти на сайте прокопенко.тв. Субтитры создавал DimaTorzok по приглашению тибетского руководства. В 2016 году Уильям Томпкинс сделал шокирующее признание. Оказывается, он был знаком с нацистскими проектами по увеличению продолжительности жизни до 2000 лет. При этом, по словам Томпкинса, после ряда процедур организм долгожителя автоматически омолаживается до 20-летнего возраста. СС настолько продвинулись в этих разработках. Я видел пакеты по этой программе, включающие эскизы, фотографии и комментарии под ними. Там говорилось о коммуникациях и где брали материал. Одним из так называемых материалов для омоложения была вода из горных источников. Жемчужина Абхазии, озеро Ритца, расположена на высоте 950 метров над уровнем моря. Его усиленно изучали учёные Германии в середине 30-х годов под прикрытием помощи Советскому Союзу в строительстве дороги до Пицунды. По словам исследователей, немцы для себя решали две задачи. Первая – поиск подводных проходов к Чёрному морю. Вторая – найти в озере источники живой и мёртвой воды. Подобные попытки были предприняты специалистами Анненербе в изучении горных озёр в Моравии, Югославии, Венгрии, Эквадоре и Килиманджаро. Одновременно с этим немцы отправили экспедицию на Тибет. По словам исследователей, у руководителя Анненербе Германа Вирта была личная заинтересованность в успехе миссии. Его сердце к 40 годам было изношено, и, по словам врачей, могло остановиться в любой момент. По одной из версий, монахи передали ему флягу, наполненную водой из тайного горного источника. Случайность? Совпадение? Но есть исторический факт. Герман Вирт поправился и дожил почти до 100 лет, уйдя в мир иной лишь в 1981 году. Однако напомним, что помимо поиска живительных источников молодости, немцев ещё интересовали подводные и подземные проходы, опоясывающие нашу планету. В 1925 году мы направили туда экспедицию по приглашению тибетского руководства. Но возглавил её Яков Блюмкин, и они отдали очень много материала, вот этих сакральных знаний, для молодой Советской Республики. Блюмкин Яков Григорьевич. Личность загадочная, спорная и незаурядная. Революционер, террорист, убивший немецкого посла в Москве. Он был разведчиком и государственным деятелем. Приговорён к расстрелу в 1929 году. Официальная версия – связь с Троцким. Неофициальная – продажа научных идей и технологических разработок спецслужбам Германии. По словам исследователей, древние знания Блюмкин получил во время тибетской экспедиции. Местные монахи утверждали, что на полюсах Земли существует таинственный проход к древней Гипербореи. И, видимо, неспроста немцы стали продвигаться к Северному Ледовитому океану. Материалы, они уникальны сами по себе. Там говорится о принципах только. И тогда уже немцы отправляли экспедицию ещё до Гитлера. А потом уже в ходе гитлеровского управления направляли туда, чтобы получить технологии. Помимо территории Средней Сибири, немало тайн скрывает и другой район – Кольский полуостров. Многие исследователи указывают на странный приказ немецкого командования. Для удержания скалистых высот здесь были развернуты подразделения элиты СС, горные стрелки Эдельвейсы и танковое соединение Тоттенкомпф, более известная как дивизия «Мёртвая голова». При том, что можно было поставить обычные, неэлитные подразделения. Ведь сама природа сделала эти скалы неприступными. Более того, в местах базирования элитных войск СС не найдено ни одной стрелянной гильзы. Зато, по словам исследователей, есть следы проводимых строительных работ на сопках и в таинственных пещерах, уходящих глубоко под землю. Подобную картину исследователи наблюдали и на Кавказе. Мы побывали в этом году на Кавказе, в районе Заюково, где находится гора Харахора, где была найдена вертикальная штольня, которая создана непонятно каким образом. То, что это природный объект, вряд ли, потому что действительно прямоугольный такой вход, и на протяжении вот этой штольни, вертикальной вниз, а это порядка 70 метров, она сохраняет свою ровную форму. Эту штольню никогда бы не нашли, если бы не оползни. Из подземного зала в толщу скал уходит множество прямоугольных тоннелей. А еще в загадочном зале обнаружен так называемый «парящий мегалит». Он прикреплен к стене одним ребром, из-за чего создается ощущение левитации. По мнению исследователей, это наследие древних цивилизаций. И, видимо, не просто так во время войны элитные подразделения «Эдельвейс» столь усиленно пытались попасть в здешние подземные лабиринты. Внутри находится круглый зал в виде такой арены, как вот арена цирка, примерно и по размеру такая же, в которой есть некие хранители, есть синий свет, который там освещает это пространство. И только человек, который, возможно, имеет допуск вот в этот зал, может пройти дальше. То есть это является неким таким порталом перехода в иное пространство или вот под землю, то есть в какое-то пространство, которое находится вот у нас под ногами. Вот. Возможно, немцы обладали этой информацией. И все же многое не стыкуется. С одной стороны, исследование потусторонних миров, конструирование космических аппаратов и даже разработка машины времени. С другой, попытка захватить мир. С одной стороны, разработки по омоложению и долгожительству. С другой, сжигание неполноценных рас в печах концлагерей, уничтожение десятков миллионов мирных людей и стратегия выжженной земли на оккупированных территориях. Какая во всем этом логика? И о чем мечтали нацисты на самом деле? В ноябре 1941 года Гитлер издает приказ уничтожать все живое на территории Советского Союза. Русские сорвали план Барбаросса. Молниеносная война, рассчитанная на то, что немецкие войска за месяц дойдут до Урала, не состоялась. Но только ли по поводу провала Блицкрига негодовал Гитлер? В сохранившихся дневниках Гиммлера есть строки о том, что в первую очередь фюрера интересовали территории, омываемые окрой. Во время наступления немецкой армии по личному приказу Гитлера в район Старой Рязани, столице древнего Великого Рязанского княжества, была отправлена группа диверсантов, среди которых почему-то находились ученые-ананервы. Гитлер распорядился выдвинуть команду археологов, которые входили в состав ННРБ и были специально подготовленными людьми, военными людьми, именно в район Старой Рязани. А командующему армии Центр на то время, Федор фон Бок, было на распоряжение оказывать всяческое содействие этой группе. Сохранились свидетельства местных жителей, что немецкие диверсанты что-то искали в Окских курганах, от Рязани в сторону Мурома. Если вы хотите знать, что такое русский человек за границей, который готов простить дурака, она может и в морду дать, если наглецы распоясались? Какие факты русской истории так безжалостно переврали немецкие авторы наших учебников Миллер и Шлёцер? Почему севрюжина и ботвинья и перепелиные шейки в брусничном соусе во времена Древней Руси были невысокими деликатесами, а просто едой? Эта книга для вас. «Русские булки» – незаменимый, на наш взгляд, путеводитель по самым интересным местам России, самым загадочным страницам русской истории и самым вкусным рецептам русской кухни. Итак, читайте «Русские булки» здесь. Смотрите телемарафон «Русские булки» на канале РЕН-ТВ. Участвуйте в телевизионной викторине «Русские булки». Тот, кто победит, поедет вместе с нашей съемочной группой в экспедицию по самым загадочным местам нашей Родины. Что искали нацисты под старой Рязанью? Для немцев вот эта территория была чем-то очень важна, именно в поиске неких артефактов или того, что там хранится на этой территории. Сенсационное признание астронавтов Когда астронавты прилунились, первым делом они прикрепили к дощечке флаг с масонским символом. И это стало своеобразным пропуском на Луну. По одной из версий специалистам Аненербе нужен был меч-кладенец Ория. Этот меч упоминается еще в исторических писаниях времен Древнего Египта, в европейских средневековых трактатах, в болгарских и русских сказках. По преданиям, непобедимый богатырь Орий, отец-прародитель славян. Он явился со стороны созвездия Ориона и вручил свой меч народу, населяющему Мещору. Мещора – историческая область России в междуречии Оки, Клязьмы и Москвы. И нацисты были уверены, что меч-кладенец находится именно в Рязанской области. По легенде, этот клинок в виде молнии выкован из метеоритного железа, имеет длину полтора метра, весит более десяти килограммов. Бравший меч в руку, становился царствующим на земле. А еще в русских сказаниях говорится, что клинок упрятан от дурного глаза и захоронен среди болот и холмов, оберегая Мещору от злых колдунов и делая ее население стойким и непобедимым. Для немцев эта территория была чем-то очень важна, именно в поиске неких артефактов и того, что там хранится, на этой территории. Возможно, это был какой-то проход в иной мир. Мы можем только гадать сейчас об этом. Но то, что такой факт существовал, доказывает стенограммы телефонных разговоров фон Бока с самим фюрером. Однако есть и другая версия. Группа диверсантов должна была уничтожить артефакты, связанные с величием русского народа. Но эта операция нацистам не удалась. Помешали 40-градусный мороз и небывалые сугробы снега. В таких условиях копать было очень сложно. Некоторые исследователи утверждают, что война шла не только на физическом, но и на духовном уровне. Другими словами, это была еще и битва темных и светлых сил. Обратим внимание на статью, опубликованную недавно в Международном астрономическом журнале. Ее автор Чандра Викрамасингхе, известный британский профессор, физик, директор Кардивского центра астробиологии. Он пишет о том, что человеческий организм не приспособлен к естественным природным условиям Земли, жаре, холоду, сильной влажности, даже наши глаза боятся солнечного света. Мы плохо переносим гравитацию, поэтому являемся единственными живыми существами на планете, которые страдают от варикозного расширения вен, проблем с позвоночником и опорно-двигательной системой. Более того, люди не могут жить на Земле без одежды, жилища. По сути, мы не живем в гармонии с природой. Профессор Чандра Викрамасингхе задается вопросом, почему история человечества – это история войн и разрушений, постоянной борьбы за лучшие места и природные ресурсы, и делает шокирующий вывод. Люди – представители разных планет. И все конфликты на Земле происходят из-за разного понимания, что такое жизненные ценности. У одних духовные скрепы, у других корыстные цели. Американский разработчик космических программ Уильям Томпкинс утверждал, что предки некоторых землян до сих пор живут на Луне. По его словам, он видел их на снимках НАСА, которые предназначались только для служебного пользования. И неспроста астронавт Нил Армстронг так удивился, оказавшись на поверхности Луны. Нил Армстронг сказал, «Боже мой, сэр, они огромные!» Это он ссылался на огромных инопланетян. Многие рептилии стояли с раздвинутыми ногами. Вы хотите сказать, что рептилоиды находятся на поверхности Луны? Да, они стояли рядом со своими кораблями. И вы видели это сами? Да. Возникает вопрос. «Если лунная цивилизация так агрессивна, почему она оставила астронавтов в живых?» Ответ Томпкинса тянет на мировую сенсацию. Но это интервью никогда не пустят на экраны американского и европейского телевидения. Когда астронавты приунились, первым делом они прикрепили к дощечке флаг с масонским символом. И это стало своеобразным пропуском на Луну. Рептилоиды посчитали их своими потомками. Это потом на камеру для общего обозрения астронавты установят на Луне американский флаг. По словам Томпкинса, взять с собой на Луну масонский символ было предписано в секретной инструкции НАСА, в руководство которой входили бывшие ученые нацистской Германии. Но откуда они знали, кто встретит астронавтов на Луне? И как подружились с местными жителями? США перетянули к себе нацистских ученых, и они смогли закрепиться не только в руководстве НАСА, но и во всех государственных учреждениях. Нацисты и их потомки постепенно захватили контракты всех продвинутых программ и технологий. Нацификация американской военной кампании, как я это называю, привела к тому, что даже американская идеология стала фашистской. По мнению исследователя, одним из элементов фашистской идеологии является унижение символики ненавистных им стран. Неспроста же Международный Олимпийский комитет, который контролирует англосаксы, запретил российским олимпийцам выступать под собственным флагом. Второй элемент фашистской идеологии, по мнению исследователей, пытаться стереть память людей о единстве народов. Заметим, что элита Запада во всем когда-то поддержала Гитлера. И именно Запад сегодня поддерживает Украину, где разрушаются советские памятники, где уже пытаются снести арку дружбы народов в Киеве, и где переписывается история. В январе 2018 года президент Порошенко предложил учить украинскую историю по трём книгам. Одна из них «Московская вошь», написанная атаманом Петлюрой. Это размышления о том, как московские вши поедают Украину, и что с ними надо делать. Россиянин, или, проще говоря, москаль, или русский, всё равно или он царю-батюшке служит, или социалистом-революционером себя называет, или, наконец, в большевики-коммунисты-революционеры зашился, он одинаков, без вранья жить не может. Обманывать для него первое дело. Обманом, ложью, подбоем и перекручиванием он целые века жил. Обман для него второй натурой стал. Обманом он другие народы порабощал. По словам исследователей Третьего рейха, если слово «москаль» заменить на слово «еврей», о «вошь на крысу», получится речь Адольфа Гитлера от 30 января 1939 года, накануне Второй мировой войны. Третий элемент фашистской идеологии, по словам исследователей, душить свободолюбивый народ любыми методами, подкупом, торговыми войнами, голодом, как в блокадном Ленинграде. В реальности нацизм пережил войну, как тайное организованное внутритерриториальное государство. Нацизм по всему миру. И он использует свои сети, чтобы продолжать свои проекты, связанные с захватом и порабощением планеты. А для этого, как утверждают исследователи, надо вначале добиться того, чтобы новое поколение было покорно, легкоуправляемо, не имело доступа к знаниям и зависело от тех, кто владеет мировыми богатствами. И Гитлер был первым, кто начал выполнять разрушительную миссию по захвату планеты. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы». Как всегда, в 18.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok